Второй матч первого тура шестого первенства Москвы по мини-футболу среди корпоративных команд и на поле Сбербанк. В лице Московского банка и Татнефть. Татнефть в темной форме. Сбербанк в форме белого и зеленого цветов. Все как обычно. Привыкли мы к этим командам, которые сезон проводят в нашем первенстве, сразу и не упомнить. Особенно Татнефть на ни одного соревнования не пропускает ни Кубкова, ни формата чемпионата, первенства. Татнефть всегда с нами. И состав за многие годы менялся незначительно. Знакомые все лица на поле. Сбербанк сегодня уже один матч провел против Газпром Энергохолдинга. И была в этом матче добыта боевая ничья со счетом 1-1. Могли сыграть и лучше. Весь второй тайм давили. Сначала отыгрались, а потом уйму опасных моментов удалось создать. Сбербанк с мячом. Пас шведой не получился. И 3 в 2. Контратака Татнефть. Удар штанга. Добивание. Гол Шнейдермана. 1-0. Вот так быстро Татнефть вышла вперед. Нарушение правил. Фалет в нефтянике. Грановский в атаке. К второму мячу для своей команды шел. Грановский в атаке. Угловой спера. Белозелёные практически не расстаются с мячом. Татнефть. Ждёт шанса на контратаку. Ну, в первом матче сегодняшнего дня такая тактика «Газпром Энергохолдинг» подвела. И давайте наверху на сегодняшний день. Грановский в атаке. Грановский в атаке. Рановский, очередной защитник его останавливает и это приводит не только к опасному моменту, но и к забитому мячу. 1-1. Сбербанку совсем немного времени понадобилось, чтобы счет сравнять. Ну вот начинает заводиться Татнефть, привычно ругаются друг с другом. Это еще на поле не появился Низамов Айдар, катализатор многих споров и передряг. Грановский пытался сыграть изящно. Татнефть провела две замены. Попыталась... Да нет, больше, тут целая четверка вышла. И два очень молодых футболиста сейчас будет в атаке у Татнефть. Ириазеев. Не точная передача. Чуть-чуть посильнее нужно. Очень эмоциональные сегодня игры получаются. Здесь, наверное, дело не только в Сбербанке. Очень близко к забитому мячу. Перязев, мяч принял, но что дальше? Фалян против него. Первое нарушение Сбера. Перязев и с этой точки пробьет с удовольствием. Ну, это была скорее передача, чем удар. Генетулина одного оставили. Нарушение правил. Нужно подниматься, показывает арбитр. Последняя минута первого тайма. Дальше. Попробуй, Сердю. Раз. Раз. Попробуй, Сердю. Время есть еще на одну-две атаки. Раз. Богатые на события получился первый тайм. Много опасных моментов. Два забитых мяча. Будем надеяться, что вторая десятиминутка нас тоже не разочарует. Свисток на перерыв. Там были какие-то призы. Второй тайм. На поле по-прежнему Татнефть и Сбербанк. Счет по-прежнему 1-1 и 10 минут еще есть у команды для того, чтобы выяснить, кто же из них сильнее. Начало первого тайма осталось за Татнефтью, но последующие минут 8-9, конечно, мы наблюдали игру только одной командой. Это был Сбербанк. Штейнерман. Штейнерман. Очень много пытаются игроки Татнефть идти в обводку на своей половине поля. Здесь отлично играет Грановский. Половину площадки прошел очень здорово. Пробил, разложил мяч и вратаря по разным углам. И Витя, ты помещу! Витя, пониже, Витя! Ребят, неправильно! В двоём стоим, ребят, по тому! Будет угловой. Сейчас защитник будет отодвинут на положенную дистанцию. Вот это ошибка! И нужно было наказывать за такое. Тайм-аут берёт топ-нефть. И смотрим угловой от нефти Перязев. Мяч вводил, не точную передачу сделал. Снова могли потерять мяч сбировцы при игре через голкипера. Дальше. 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 Включаем! Продолжение следует. Вместе сна posing . Борьба переместилась в основном в центр поля. И какой мощнейший удар голл-кепера. Вот вся сила Анжих в спортивной форме именно такой команды сегодня играет вратарь. Здесь сяут и отложенный фолл. Третье нарушение от нефти. Двёх Меридиал, что ли, будет за оба? Да. Фолл Сбербанка. Ну что, выйдет Перязев, чтобы пробить с центра поля? Нет. Принято другое решение разыгрывать. Витя, Витя, Витя. Что в поле остался. Но здесь будет жёлтый однозначно. Без пережиланий можно было и красную показывать. Безрассудные действия с фактически умыслом на причинение травмы. Ну ладно, жёлтый эпизод закончен. Ну вот шеф сказал, чтобы мы этот мячик нашли от гейкера. Ну говорит то, что у Юры спросили. Не знаю. Дошло дело до удара. У нас не писал то, что вроде кидал в канцеляр. Теннисные ракетки нашли, да. Игорь это вместе. А, ну меня на Росале видимо не было. Теннисные ракетки были в отзал в другом месте. Другой! Прошли! Пойдём, пойдём. Это другие теннисные ракетки. А те теннисные ракетки я брал, где канцелярка лежала, большой ящик. Там есть пакет сейчас, где чехол, а то им что-то делать. Там вы посмотрели? У меня одна бумажка с этим списанием. Три минуты ещё нужно играть. Ну что, у нас конференция, а это вот эти все команды больше нет, наверное? Минимальное бремя, что-то от нефти. Сохрани, сохранись! Народ! Дальше, чёрный идёт! Куда, куда, влажный идёт! Я понял тебя, ну, следочераз поставил. Пробуй, пробуй, Эмиль, пробуй! Пробуй! Пойдём! Удар хороший, хитрый. Конца! Конца! Почти девяточка. Эмиль, дроп! Продоря, ждём! Поставай, поставай! Здесь чисто сыграно, контратага втроём! Мшелинова, двадцать седьмой номер. Составит от нефти, решил взять игру на себя. И сыграла эта ставка. Три-один становится счёт. И теперь уже ва-банк нужно идти в Сбербанку. Не выпускают они полевого игрока вместо галкипера. Ну, вратарь и так. Практически всё время. На чужой половине проводят. Почти девяточка. Тут последняя минута. А мяч в игре. Потолка не коснулся. И напоследок Татнефть может атаку провести. Аграновский может дубль оформить. 6 секунд до свистка. Два мяча уже за это время не забить. Мяч будет введен в игру. И после этого арбитр даст свисток. Что ж, хорошее начало для Татнефть. Ну, мы уже привыкли к тому, что начинает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА